Евгения, я беру слово. Я всех приветствую на моем мастер-классе, который посвящен тренингу, который, собственно, я и мой коллега-психолог Илья Петрикин из Екатеринбурга тоже мы разработали совместно. И, собственно, в нескольких вариантах в течение практически всего 2019 года мы этот тренинг проводили активно. И я, наверное, сегодня буду рассказывать о таком вот идеальном тренинге, как он мог бы выглядеть, и о каких-то технических моментах, методических моментах. И хотела бы начать с предыстории небольшой, которая привела, собственно, к появлению этого проекта. Эта история связана с моим проектом «Дескафе», о котором Евгения немного сказала. То есть, ну, собственно, само «Дескафе» – это социальная франшиза. Она началась в 2011 году. Британец Джон Андервуд, значит, вот решил, что есть такая необходимость для людей, которые не в режиме терапии, не в режиме какой-то, ну, профессионального сообщества, а в режиме такого спокойного, свободного разговора могут собираться и за чашкой чая буквально говорить о смерти. То есть о смерти, умирании и всех вот сопутствующих вещах. И, собственно, начал этот проект именно потому, что люди, которые таким образом встречались, начинали больше любить, ценить жизнь, проживать какие-то вот моменты жизни гораздо более глубоко. Именно вот, как бы, в, казалось бы, очень простом разговоре. Значит, ну, собственно, я и Илья скооперировались, и вот как раз в 2019 году решили сделать такой проект в Екатеринбурге. То есть мы изучили сайт франшизы, значит, и обратились к основательнице первого кафе в России, Катерина Печоричка ее зовут. То есть, ну, собственно, вот решили, что мы будем это делать. И в это же самое время в Екатеринбурге, значит, стартовала пятая индустриальная биеннале современного искусства, темой которой выбрали бессмертие. Ну, как нам объяснили, значит, все люди, которые это все организовывали, бессмертие – это была такая обманка. То есть, по большей части, все арт-объекты были связаны, собственно, со смертью, умиранием, с какими-то вот такими вот вещами, о которых, ну, как бы негласно, не принято, да, публично говорить. Значит, и, собственно, при подготовке к биеннале, в качестве одного из проектов биеннале тоже планировалось кафе. И когда вот ребята узнали просто, что мы это планируем делать, мы буквально там, ну, через месяц или через два хотели стартовать, но они вот уговорили нас с Ильей сделать это, значит, в рамках биеннале, как проект в проекте, и, собственно, вот мы начали это делать. Но тут выяснилась еще одна история. Значит, группа медиаторов – это, ну, не экскурсоводы, да, вот такие вот как бы посредники между арт-объектом и, собственно, человеком, который пришел с современным искусством знакомиться, да, на площадках биеннале. Значит, они столкнулись с тем, что они не могут говорить о смерти не только с незнакомыми людьми, да, с которыми, вот, предполагается их коммуникация, даже отталкиваясь, да, от какого-то определенного произведения. Значит, ну, им достаточно сложно говорить об этом наедине с собой, там, в каких-то, вот, локальных сообществах, где они могут это делать, даже если, вот, есть какая-то безопасность, и все знакомо. Значит, это вот людям, которые вынуждены были бы говорить об этом, представляться невозможно. И они обратились к нам, попросили сделать кафе специально для медиаторов, но кафе не решило проблему, поскольку, ну, цель здесь все-таки несколько иная, да, то есть цель здесь не в том, чтобы снять напряжение, да, а в том, чтобы вот, как бы, оттолкнувшись, да, от разговора о смерти, выйти в разговор о жизни, да. Да, и, собственно, вот, нам поступил запрос, а не сделать ли вам, ну, какой-то тренинг, где вы обучили бы нас разговорам о смерти. Евгения, вот включите, пожалуйста, первый слайд, если вам не трудно. Значит, собственно, так тренинг появился, это был ответ на вполне конкретный запрос. И когда мы с Ильей искали название, мы также, как, собственно, вот организаторы Пятой индустриальной биеннале, начали избегать слова «смерть», да, прямого указания, как вот сейчас это есть в названии, да, то есть изначально это было очень громоздки, и мы пытались понятие «смерть» растворить, значит, в каких-то формулах, что-то вроде там смерти, бессмертия и так далее, там в философии, культуре и во всем прочем, да, то есть огромные такие вот делали формулы. Нужен первый слайд. Значит, и, собственно, в конце концов нам очень сильно не нравились эти формулировки, значит, и мы начали думать, как, почему нам самим, в общем-то, достаточно сложно говорить, да, то есть от чего нам оттолкнуться. Здесь нам помог очень классический сюжет, это начало фильма Андрея Тарковского «Зеркало», да, то есть, ну, я напомню, или впервые, как бы такой маленький спойлер сделаю тем, кто еще, может быть, не видел этот фильм, что, наверное, невозможно сейчас. Значит, начинается все там с того, что есть юноша, который не может говорить, да, просто очень страшное заикание, значит, и он фактически не может свободно произнести даже собственное имя. И с ним работает специалист, психолог, скорее всего, да, и делает такую нехитрую манипуляцию, как бы предлагает ему сосредоточить внимание, да, прежде всего на руках, куда она переносит, как бы вот это напряжение, которое есть у него в голосе, да, а затем, ну, таким, ну, просто императивом, да, сбрасывает это напряжение и предлагает юноше открыто сказать «я могу говорить». То есть вот эта свободная речь, которая в конце концов у него возникает, собственно, стала такой потенциальной концовкой нашего тренинга, которого как бы еще на тот момент не было, значит, ну и, собственно, мы поняли, что мы должны делать. То есть мы поняли, что нам нужно перераспределить, значит, баланс, да, и, ну, рассредоточить, значит, какие-то акценты, которые позволят, собственно, то напряжение, которое вот у наших потенциальных участников тренинга возникало. Значит, ну и, собственно, когда мы начали думать, как мы будем перераспределять этот баланс, мы, собственно, оттолкнулись, отталкивались прежде всего от такой вот общей концептуальной схемы, то есть как мы вообще можем говорить о сложных вещах, то есть, ну и, соответственно, каких вещах. И здесь не только смерть возникала как бы вот в контексте обсуждения того, как говорить о сложных, что это сложное. Здесь была любовь, здесь было призвание, здесь было насилие. И, собственно, когда мы начали это все анализировать, мы поняли, что вот они, феномены человеческого бытия, и возникло концептуальное основание тренинга, то есть я сказала, или это Ойгин Финк, да, то есть, и, собственно, в качестве такой вот теоретической базы мы взяли Ойгина Финка с его феноменами человеческого бытия. И, кстати, Финк в качестве базового феномена выставляет как раз феномен смерти, что, собственно, нам очень тоже сильно помогало в процессе подготовки. Значит, ну и, собственно, дальше мы начали продумывать структуру и стали отталкиваться, да, вот в этой идее перераспределения нагрузки, да, и, соответственно, вот потенциального освобождения речи. Таким образом, что вот стали опираться на вот положение, которое я вынесла в первый слайд, то есть мы можем говорить о смерти тогда и только тогда, когда у нас есть набор концептов, да, которые мы освоили в осмыслении, которые мы очень ясно себе представили. То есть нам нужна концептуальная база. Дальше нам нужно достаточно адекватное восприятие собственных ценностей. И третий кит, на котором мы планировали строить тренинг, это адекватно отрефлексированный индивидуальный опыт. Соответственно, нужны были инструменты, значит, хорошо продуманные, там вот скоординировать их нужно было тоже, которые позволят этот опыт вскрыть. И, ну, собственно, вот возможность переживания этого опыта тоже мы должны были участникам тренинга предоставить. Дальше мы сформулировали тоже установки. Тоже можете видеть здесь их на слайде. Значит, собственно, все, что мы в тренинге пытались вывести на поверхность, это опыт, да, то есть, ну, опыт не столько может быть реальной встречи со смертью, да, то есть у многих участников его просто не было, а сколько опыт именно отношения, переживания и опыт интеллектуальный, да, то есть опыт осмысления. Значит, и, собственно, опыт имеет принципиальное значение, да, то есть вот это первое, на что мы ориентировались. И, собственно, я только тогда могу им хорошо распоряжаться, да, и совершенно свободно распоряжаться, если я могу ввести его в некоторый концептуальный контекст, да, в который надо его вписать. И, собственно, вот здесь мы как бы вот первую свою базовую мысль как бы вот положили в качестве фундамента, да. Значит, дальше мы в качестве второго положения выдвинули, значит, ну, вот эту вот ориентировку базовую у нас здесь и сейчас, да, то есть вот когда мы говорим о смерти, когда мы, ну, имеем какие-то переживания, связанные со смертью, вообще всякий опыт, да, который может быть связан со смертью, то, значит, мы всегда говорим о времени, да, то есть, ну, что такое время, да, то есть об этом можно говорить бесконечно, как Святой Агустин можно говорить, я не знаю, когда меня спрашивают, да, что такое время. Значит, ну, собственно, мы поняли, что нам нужно, что бы ни происходило, да, в пространстве тренинга, всегда иметь в виду, что мы должны выводить участников и быть сами, да, здесь и сейчас. И в связи с этим возник еще один момент такого экзистенциально-психологически-философского толка, да, это момент бытия самим собой, то есть вот в моменте здесь и сейчас я сам, как я есть, да, то есть поставили себе просто сверхзадачу здесь, как вы видите, да. Значит, дальше мы увидели необходимость не только в универсальном концептуальном контексте, да, где, как бы, абстрактно говорится о различных вариантах идей, да, которые вот у меня могут быть, какие-то там вот концепты, которые, в принципе, могут быть. Значит, ну, также мы, ну, поняли, что здесь нужен социум, да, то есть который, ну, собственно, будет транслировать идеи как бы изнутри группы и идеи, которые будут очень тесно завязаны на альтернативный индивидуальный опыт. То есть, соответственно, вот как бы мы поняли, что нам нужна групповая работа, то есть нам нужны не только упражнения, которые человека введут здесь и сейчас, какие-то конкретные переживания, но тоже нам нужно, чтобы, ну, группа органично работала, да, и происходил вот обмен опытами и идеями. То есть вот это вот фундамент, на котором мы основывались. Значит, дальше мы начали думать про тренинг. То есть, в принципе, ну, как бы тренинг достаточно такое вот ясно ориентированное на развитие навыка понятия, да, то есть мы думали, что, может быть, нам нужна какая-то группа, да, то есть или как-то переназвать это, да, то есть, ну, в общем-то, сконцентрировались именно на понятии тренинг, да, на этой форме, потому что хотя у нас достаточно много разных вариантов практик, да, здесь вот возникло в пространстве уже тренинга, но все-таки базовая вещь, которую мы тренировали, это возможность говорить, да, то есть и, собственно, поэтому сохранили вот это вот название тренинг. Значит, философско-психологически здесь тоже, значит, ну, это не совсем потому, что это делали философ плюс психолог, да, то есть, ну, по большей части, если вот смотреть на, ну, как бы пост-фактум, вот на то, что у нас получилось, я могу оценить это как, ну, по большей части философский тренинг, то есть где-то в соотношении, там, где-то 70 против 30 процентов, то есть философского против психологического. Значит, ну, мы, собственно, некоторый эффект, да, то есть который, вот, ну, собственно, связан с психологической практикой, получили, да, то есть это, ну, терапевтический эффект, если можно так вот в общем очень это все назвать. Значит, ты, то есть у нас были прямо какие-то вот случаи в обратной связи, которые мы получали, то есть которые действительно, вот, ну, оказывали такое целительное воздействие на участников, хотя не были, это не было прямой целью. Значит, ну, единственное, что мы давали некоторые инструкции, вот об этом немного позже скажу, значит, как там работать с различными сложными состояниями и, собственно, в том числе, как бы давали инструкцию по переживанию панических атак, что делать, да, если там у вас или у ваших близких или у кого-то рядом случилась паническая атака, вот именно, ну, то есть имея в виду, что вполне возможно смерть, да, и там умирание и все прочее может быть таким триггером, да, который приведет к возникновению такой ситуации. Значит, ну, и, собственно, вот это была абсолютно психологическая часть, да, то есть остальное всего либо смешанное, либо вот, ну, практически чисто философское. Значит, дальше, что касается вот самой организации, да, вот материала в тренинге, мы решили, что мы нуждаемся в теории, поскольку речь идет о продумывании, рефлексии над концептами, да, то есть нам нужно проговаривание, продумывание каких-то идей в коллективном пространстве, то есть, и, собственно, мы это построили как такой маленький доклад, да, то есть, и, ну, в принципе, это может быть текст, если тоже как-то еще практиковать вот эту форму. И, соответственно, вот группа обсуждает, и, судя по отзывам, которые мы получили, то есть здесь был запрос даже на, ну, прямо классические формы нам говорили, что хотелось бы прямо вот как в университете семинар, вот-вот, если бы оно еще более классично было. То есть, ну, мы здесь, в общем, ну, как бы не фантазировали, и, то есть обсуждение сделали таким достаточно классичным. Значит, дальше мы делали паузы между всеми частями и модулями, значит, которые, ну, тоже по тому, что мы получили в обратной связи, ну, вот, оказались очень сильно необходимыми, даже нам говорили участники, что хотелось бы сделать паузы более продолжительными. Дальше мы каждый теоретический блок, каждую тему усиливали упражнением, то есть мы специально его придумывали, либо адаптировали уже что-то, известное нам под тематику, и, собственно, это было направлено на то, что вот здесь вот в этих трех установках вы видите, то есть опыт, да, то есть как его, ну, собственно, взять, посмотреть на него, и как это рефлексировать, то есть здесь нужно упражнение. Значит, соответственно, и упражнение, и то, что давалось в теории, рефлексировалось более-менее глубоко, значит, и, соответственно, вот каждый модуль, значит, он, ну, завершался тоже таким, ну, как бы коллективным обсуждением, да, того, что вот мы получили здесь в этой части. Значит, модулей получилось несколько. Мы варьировали, потому что, в принципе, за вот то время, когда мы работали, собственно, с этим тренингом, мы провели два полных, еще несколько таких мини-тренингов, поэтому, ну, здесь вот очень по-разному у нас получалось. Значит, самые продолжительные – это двухдневные, то есть прямо с утра до вечера такой вот был тренинг, значит, и, ну, то есть времени может быть гораздо больше, да, то есть в зависимости от того, сколько можно планировать, да, то есть, ну, вот модульная модель, да, которую мы здесь взяли, она, ну, помогла нам, собственно, без изменений фактически использовать каждую часть в зависимости вот от ситуации, когда нам мы должны были, или, то есть когда нам было необходимо проводить, да, вот эту вот мини-сессию, например, тренинговую. Значит, и, собственно, в финале, да, то есть на выходе из тренинга, да, мы делали вот это маленькое упражнение, о котором я уже сказала, то есть просили участников громко сказать, если я могу говорить, да, это тоже дало определенные эффекты интеллектуальные, эмоциональные, и по выходу из тренинга мы делали такую общую рефлексию, да, когда все уже могли общаться не в тренинговом пространстве, да, а вот как бы уже свободно, да, то есть некоторое время еще закладывали на это. То есть это то, что касается вот такого общего плана. Теперь я, может быть, более подробно расскажу, да, о каких-то опытах и методических моментах, которые у нас здесь были. И, Евгения, если можно, следующий слайд. Значит, мы начали с того, что заложили в программу такой момент, который можно назвать возможностью настроиться, да, то есть на определенные события. Значит, и здесь мы взяли пространство, которое у нас, ну, собственно, случалось, вот что-то не получается переключить на следующий слайд, то есть здесь... Ну, здесь вы увидите, да, сейчас, когда он включится, фотографии тех пространств, которых мы, собственно, тренинг делали. То есть у нас получилась, ну, как бы очень большая вариативность в этом смысле. То есть было пространство классическое, да, то есть, ну, практически, вот, как, не знаю, офисное пространство с проектором, с какими-то такими стульчиками, с офисными потолками. Был достаточно уютный зал для тренингов, где можно было там и полежать на каких-нибудь подоконниках и, значит, ну, прямо взять какие-нибудь подушки. Я не вижу слайд, то есть я вижу первый, то есть вот что-то как-то, видимо, вот-вот, появился второй слайд, да. То есть вот вы видите здесь, да, очень разные пространства, и, собственно, наш самый большой тренинг, он происходил в пространстве двора Центра современного искусства в Екатеринбурге, в нашем городе. То есть это такой уютный, очень камерный дворик, зеленый, да, то есть здесь вот есть что-то вроде беседки, где мы, ну, собирались для обсуждений. И вот на одной из фотографий вы видите, там, девушки лежат на траве, то есть мы предлагали прям походить, да, то есть найти какое-то удобное место, там были вот такие вот диванчики, то есть и, в принципе, участники тренинга, то есть вот очень активно включились в эти все вещи. Значит, задачей здесь было вот то, что в установках я проговорила, да, то есть вот этот вот момент здесь и сейчас, да, то есть освоение пространства, оно работало вот на эту идею. Значит, ну, так же точно в плане настроенности, значит, мы планировали задать некоторый ритм, и здесь, ну, поскольку ритм и вообще временная структура, которая пронизывает, да, вот, практически каждую идею, имеющую отношение к феномену смерти, значит, породило в нас желание, да, то есть как-то оформить это все музыкально, да, то есть пока вот участники ходили, осваивали пространство, звучали треки, которые мы очень внимательно выслушивали, значит, ну, мы хотели как-то тематически тоже это все обыграть, значит, ну, и после некоторых дискуссий остановились, что это будет немного дарек джаз, немного эмби, такой очень деликатный и немного медитативный, то есть что, собственно, вот, ну, как мы сами протестировали, да, то есть, по крайней мере, у нас вызывало определенный настрой, который вот нам был нужен, значит, дальше, собственно, мы начали тренинг, да, то есть начинали тренинг с очень традиционных вещей, то есть которые обычно вообще есть, ну, в любом, наверное, таком тренинге, не только тренинге, значит, это формулировка правил, это знакомство участников, представление ведущих, да, значит, ну, собственно, правила представления ведущих мы делали в традиционном формате, то есть прям, ну, там, здравствуйте, ну, вот такие-то, такие-то, то есть правила такие, какие вы хотите предложить, то есть участники предлагали, значит, мы это все записывали и сохраняли до конца тренинга, значит, дальше момент представления, то есть здесь перед нами стояла задача в силу того, что, ну, как правило, то есть сколько бы времени ты не закладывал, то есть здесь нужно думать о времени, которое ты можешь этому мероприятию посвятить. И у нас в одном из моментов тренинга была необходимость работы в малых группах. Мы решили совместить работу в группе в целом, то есть знакомство и вот эту жеребьевку, которая обычно очень долго длится, то есть может затянуться. То есть мы решили как бы получить вот такой вот эффект. Но прежде чем вот там тоже есть фотографии, то есть я расскажу, как конкретно мы это делали. Значит, несколько слов о том, что мы хотели предварить вот, собственно, начало тренинга такой диагностической сессии. Если можно, вот следующий слайд, включите. Значит, вот то, что можно назвать диагностический модуль, то есть мы так и не осуществили его ни в одном из тренингов, которые проводили, но в принципе, как такой вот методический момент, я решила вот здесь вот с вами этим поделиться, значит, ну, потому что, мне кажется, это достаточно важная вещь, поскольку связано с, ну, с одной стороны, с выяснением ситуации каждого участника, да, а с другой стороны, с тем, что называется, ожиданиями, да, с которыми люди приходят на тренинг, то есть, и вот, собственно, здесь есть некоторый такой опросник, да, где, ну, собственно, какие-то индивидуальные убеждения можно выявить, да, и в конечном итоге прийти к, ну, такому финальному вопросу, да, то есть вот, что ты думаешь о смерти, и плюс, ну, ожидания тоже, вот некоторые вопросы мы сформулировали, значит, чтобы, ну, как-то в более таком вот, как бы, концентрированном варианте их получить. Значит, дальше тоже вот по поводу диагностического модуля, в принципе, в неизменном виде, ну, может быть, за исключением пункта B, да, где речь идет об ожиданиях, ну, где, собственно, можно спросить в финале тренинга, сбылись они или не сбылись, то есть мы этот модуль планировали тоже в финале повторить, но, как я уже сказала, то есть мы отказались от идеи, вот такого более глубокого погружения, то есть остановились на таком более простом варианте, то есть мы предложили участникам один вопрос, то есть что конкретно ты думаешь о смерти, и дальше придумали, ну, вот это вот знакомство, разделение на группы, и, Евгения, пожалуйста, следующий слайд, если вам не трудно. Значит, чтобы это осуществить, мы взяли картинки, да, то есть и, ну, остановились тоже после некоторых дискуссий на такой, ну, известной вещи, которая носит название «ретабло», то есть это очень такие вот, ну, достаточно забавные сюжеты, там есть текст маленький, который описывает сюжет, ну, и, собственно, есть очень много этих самых «ретабло», которые посвящены Дню мертвых в Мексике, да, то есть и, соответственно, вот здесь, ну, наша тема, как бы вот в таком визуальном формате возникла. Что-то я не вижу, чтобы слайд переключился, попробуйте еще раз, пожалуйста, Евгения. Так. Вот. То есть вот, собственно, при начале мы как бы разрезали эти картинки на такие фрагменты, на пазлы, смешали их, да, и каждый участник получил один фрагмент, и мы предложили с этим вопросом, что я думаю о смерти, значит, найти тех, у кого, собственно, есть подходящий фрагмент. Соответственно, вот как бы все, кто собрали какую-то одну картинку, оказывались малой группой, и плюс мы предлагали обсудить, да, то есть то, что я думаю о смерти, ну, как бы в связи с изображением, в том числе, которое, значит, они видели, наши участники, и обсудить это в группе, и потом, собственно, вынести это все в общее пространство обсуждения. Значит, какой эффект мы получили? То, что мы взяли, ну, не какие-то вот серьезные картинки, значит, хотя был такой проект тоже, а взяли вот именно ретабло, где есть вот, ну, юмор своего рода, да, то есть это расслабило многих участников, и тоже в обратной связи мы получили то, что стало проще, ну, как бы входить в пространство тренинга дальше, да, потому что, ну, собственно, для многих действительно это было достаточно сложной в плане даже подхода, да, темой, то есть когда вот обыграли, тем более вот через, ну, уже какое-то собственное представление, с которым здесь вот мы участников столкнулись, стало гораздо легче с этим работать, да, значит, ну, и как видите, вот там кто-то даже разулся, то есть люди расслабились колоссальным образом, да, значит, дальше, собственно, я расскажу, да, о некоторых упражнениях, которые мы предлагали, и тематики, да, которые мы обсуждали в пространстве тренинга, значит, то, что касается темы, да, то есть вот если, ну, взять примерно, да, несколько тем, да, которые мы предлагали, то вот, ну, мы начинали практически каждый тренинг с темы, которая касалась проблемы тела и души, потому что, ну, представления души оказываются, ну, такими и в культурном, и в антропологическом смысле, и в философском смысле достаточно значимыми, в том числе в современных дискуссиях, да, там, о возможных цифровых вариантах бессмертия, да, то есть вот вопрос о сознании и, соответственно, как бы, ну, косвенно, да, вот эта вот классическая душа, там, тех же самых платоников, да, то есть вот она здесь вот как бы начинает фигурировать. Значит, ну, и вот в первой теме мы брали такие вещи, как душа и тело, биологические функции, тоже духовно-ценностное измерение в человеке, да, смертность, как бытийная черта человека. Здесь же вводили проблему времени, ну, еще таким вот как бы косвенным образом, значит, ну, и ставили вопрос сознания, да, то есть и в соответствии вот с этой тематикой мы предложили упражнение, которое буквально связали с методическим сомнением Декарта, значит, назвали его «Когета эрго сумм» и предлагали здесь следующую вещь, то есть, ну, во-первых, и если можно, следующий слайд включите, пожалуйста, Евгения, значит, мы предлагали вот такую вот таблицу, то есть мы украли ее у юнгианских психологов, которые вот очень часто этим пользуются, то есть это то, что позволяет сделать метод свободных ассоциаций и предлагали применить этот метод, да, и заполнить, соответственно, вот эти вот таблицы относительно тела и относительно души, да, то есть, ну, вот в первом столбце это такие самые на поверхности лежащие признаки, да, то есть дальше рационализация, дальше уровень чувств, дальше уровень ценностный, да, то есть, ну, и, собственно, в конце концов каждый из участников получал такую формулу, то есть «я как тело» – это, да, то есть вот, вот, ну, либо какое-то понятие слова, да, либо словосочетание, которое, вот, ну, собственно, каждый получал. Значит, то же самое проделывали с душой. После того, как мы получали вот заполненные таблицы, то есть мы, собственно, начинали методическое сомнение прямо тоже, можно сказать, в классическом варианте, то есть мы предлагали последовательно, да, то есть отказаться от тела, потом от души, потом побыть немного собой и самим без свойств, да, то есть потом потенциально вообразить ситуацию, да, то есть, ну, и как бы, может быть, даже попробовать снять, да, то есть возможность себя вот без телесных и душевных характеристик, и, собственно, дальше возвращали все последовательно участникам, да, то есть, и, собственно, вот это упражнение, да, то есть оно, ну, дало очень интересный эффект, в том числе терапевтический, то есть участники после того, как это делали, причем, по-моему, во всех тренингах, где мы делали это упражнение, говорили о том, что у кого-то снялись мышечные блоки, например, что вот меня лично поразило, как этот Декарт помог, значит, излечить какие-то телесные, значит, недуги, значит, и то же самое, что вот решилась какая-то вот проблема вдруг, да, человек подумал, что он свободен, да, от какой-то там навязчивой идеи или так далее, вот и тому подобное. Значит, вот пример упражнения, да, то есть, ну, и каждое упражнение мы предлагали рефлексировать, да, то есть в конце, да, то есть, ну, как бы сессии или в конце модуля, то есть делали, ну, такой обмен мнениями, да, то есть и пытались тоже сделать дискуссию упорядоченной, да, то есть, ну, и методические ходы я обозначу, да, в, ну, как бы в конце своей речи. Значит, следующий пример упражнения, да, это тоже упражнение, которое, даже ряд упражнений, который оказался завязанным на тему, которую мы, ну, дробили на несколько частей даже или иногда представляли единым блоком и просто давали ряд упражнений после нее. Это тема, которую мы назвали «Многообразие перспектив смерти». Что мы здесь обсуждали? Мы обсуждали здесь, значит, смертное бытие как определенный способ телесного бытия человека, говорили о различии живого-мертвого, говорили о месте смерти, говорили о, значит, ну, как бы от бытии, да, то есть и сравнивали живое и умершее, то есть говорили о смерти человека и смерти животного, да, то есть говорили о демоническом ранге мертвого, например, о власти мертвого, об особых пространствах, да, в которые мы обычно помещаем мертвое, да, то есть, например, там, ад, чистилище и так далее, рай. Значит, и, собственно, здесь же мы обсуждали время уже более глубоко и тоже говорили о перспективах бессмертия, в том числе там обсуждали, например, бессмертие души, иногда в очень классических вариантах, прямо вот по Платону, со всеми доказательствами. Значит, ну и опирались здесь на очень богатый материал, то есть здесь, ну, в основе был финг, а так мы выходили и в Хайдегера, и в Фейербаха, и в философов эпохи эллинизма, там, от Неоплатоников до Эпикура и Сенеки. Значит, и упражнения, которые вот к этой тематике, значит, мы давали, то есть вот были следующие. То есть вот первое, которое, ну, имеет отношение к теме времени, значит, оно очень простое по своей сути, но, как это ни странно, дало очень сильный эмоциональный эффект. То есть мы сделали заготовку, то есть это такая вот, ну, полосочка из бумаги, там была, ну, собственно, вот такая вот линейка, набитые, значит, вот моменты, и, собственно, был обозначен момент нулевой, да, который вот, ну, мы предлагали ассоциировать с моментом рождения, и была, ну, абстрактная точка 140 лет, значит, мы взяли это не случайно, это самая долгая продолжительность жизни, которая была зафиксирована на данный момент на Земле, и участникам предлагали на этой шкале гипотетически обозначить возраст, в котором, ну, вот участник может умереть, да, с его точки зрения. Дальше мы предлагали немного поиграть тоже с этим временем, то есть что было до моего рождения, что было, что будет после моей смерти, что происходит сейчас, что было у меня лично в прошлом, и что, может быть, будет у меня в будущем, значит, ну, и, соответственно, там многие прямо обозначали точку вот здесь я сейчас, мне вот столько лет, да, то есть и тоже, ну, то есть мы обыгрывали это с помощью очень простых инструментов, давали карандаши, краски, значит, люди раскрашивали эту ленту прекрасную, там, в разные цвета, или в депрессивные, темные, или там очень радужные, позитивные, значит, а дальше мы предлагали разорвать эту ленточку на моменте, который вот связан со смертью, ну, и предварительно еще отсечь все, что было до моего рождения. Вот если со вторым участники все практически легко разделывались, то есть как большинству участников тренинга было безразлично, что было до рождения, там, ну, мало кто отказывался, да, и говорил, что вот история человечества до меня, она также важна, как вот там, где я начинаюсь, а вот с моментом, который касается смерти, да, вот возникали прям серьезные вещи, то есть участники говорили, я не буду разрывать линию, в лучшем случае они сгибали это все, да, вот и как бы, ну, как бы играли в такое вот, вот как бы потенциальное прерывание этой линии времени, значит, и в худшем случае, значит, вообще говорили нет. Кто-то говорил, мне так нравится эта линия жизни вообще, вся, в принципе, и жизнь мира, и моя собственная, что я вот хочу это вообще оставить, и даже, может быть, вот унесу, и буду на это смотреть еще дома. Значит, то есть вот нехитрое упражнение, да, то есть, но с одной стороны это в рефлексии, значит, очень хорошо связалось с вот теми идеями, которые мы давали в теоретической части, то, что касается времени, да, и, соответственно, смерть и время, да, вот такая вот тематика стала вот буквально, ну, включенной в личный опыт, и плюс здесь вот эти вот реакции, да, совершенно разные люди их увидели, увидели свои собственные реакции, тоже удалось отрефлексировать, ну, и, собственно, вот это дало определенные плоды, да, то есть в плане вот индивидуального... Я, я прошу прощения, как раз о времени, прошу прощения, у нас осталось меньше 15 минут, вот. Да, да, я уложусь. Переходи. Да, 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 я буду заканчивать. Значит, ну, я не буду обо всех упражнениях говорить, то есть здесь их достаточно много, то есть, ну, вот наиболее, как бы, яркими в плане опыта оказались, вот, и, если можно, Евгений, следующий слайд, значит, это упражнение, которое было связано с темой, которую мы назвали «Управление смертью», то есть там речь шла об убийстве, самоубийстве и подобных вещах, значит, и, ну, то есть, соответственно, здесь этически насыщенной оказалась очень эта тема, поскольку речь идет вот о контроле рождаемости, контроле смерти, то есть аборты, эвтаназии и так далее, то есть, ну, и сопутствующее, значит, вот к упражнению мы давали анализ и решение известных моральных дилемм, то есть, это дилемма трамвая, причем мы давали ее в эмотивистском ключе, там, где вот можно толстяка сбросить еще на рельсы и спасти, значит, всех, кто к рельсам привязан, значит, и тоже давали, ну, известную тоже дилемму, которую обычно называют «скрипач», там, где речь идет о том, могу ли я пожертвовать девятью месяцами своей жизни, чтобы спасти вот какого-то великого гения. Значит, это своего рода разминкой было, и вот одно из упражнений тоже достаточно глубоких, это упражнение, которое мы назвали «Я убиваю смерть», то есть до этого тоже участники делали такое упражнение, которое называется «Смерть убивает меня», да, то есть вот здесь мы предлагали, ну, в пространстве групп, да, то есть вот, ну, просто совершать спонтанно какую-то беседу, и ведущий вот называл имена буквально рандомно, да, участников, и, ну, собственно, здесь тоже был очень мощный такой эмоциональный эффект, то есть особенно у тех, кто оставался последний, то есть они описывали прямо вот эффект выжившего, то есть чувство вины, то есть, ну, собственно, какие-то такие эмоции, хотя мог общаться с нами, значит, участник, обычно сидели, кто-то даже рыдал прямо, да, то есть настолько жалко было всех, кто вот теперь не может быть в процессе. Значит, и «Смерть убивает меня», вот если можно, Евгения, вот слайд, который с фотографией, это шестой. Значит, мы предложили нарисовать, значит, собственную смерть, значит, как-то побыть с ней, да, то есть вот посмотреть, насколько она прекрасна или наоборот, и затем предлагали ее уничтожить. Значит, некоторые участники отказались, говорили, она прекрасна, и мы хотели бы ее оставить, но вот группа ребят здесь, это как раз медиаторы Биеннале, значит, они там уже даже некоторые успели разорвать это все на мелкие кусочки своей рисунки, там, уничтожить уже как-то символически свою смерть, они решили ее сжечь. То есть они очень долго искали место, нашли вот такой вот ящик, значит, и потом очень долго сидели и смотрели на то, что от нее осталось, то есть вот, ну, то есть эмоционально это очень сильно затронуло, но в рефлексиях мы отработали как бы вот этот момент в конечном итоге. Значит, ну и по поводу рефлексии, да, я не буду больше про упражнения, там гораздо больше было, значит, ну, если есть желание, я могу в частном порядке потом с кем-нибудь из вас там поделиться, побеседовать, еще что-нибудь рассказать. Значит, по поводу рефлексии, вот, если можно, следующий слайд, Евгения, включите, пожалуйста. Вот каждое упражнение, да, то есть мы решили рефлексировать упорядоченно, значит, вот первый вариант рефлексии, он не очень глубокий, да, то есть мы предлагали маленький вопросник, связанный с тем, что думаю, что чувствую и что хочу сделать, да, то есть, и дальше обобщающий вопрос, который вот, ну, позволял бы оценивать этот опыт. То есть как бы можно просто обсуждать, что получилось, но мы решили рефлексировать над упражнениями, в том числе упорядоченно. И второй вариант, если можно, вот второй слайд. Значит, это более глубокий, да, то есть, ну, здесь больше вопросов, и, соответственно, вот здесь могли, значит, как бы выйти на уровень переживания, то есть наша задача была, то есть затронуть и тело, и эмоции, и, значит, вот, ну, как бы схватить вообще весь опыт в материи, да, то есть, ну, здесь видите тоже вопросы, которые, собственно, имеют ту же самую цель отрефлексировать упражнения. Значит, ну, пожалуй, здесь я закончу. У нас не так много времени, насколько я понимаю, да, и большое спасибо за внимание. Да, Ильяна, спасибо. Пожалуйста, у нас осталось мало времени, поэтому, если есть возможность, то вопросы сейчас нового порядка, в чате они вам видны, вот. И вот я прочту тогда, да, что вот очень интересно, Гульнара написала вопросы, кто участвовал в тренинге, студенты, говорилось, что публика хотела академический формат, возраст был однородным, что планировалось сделать с диагностическими таблицами, их писали для себя, или вы бы их анализировали. Еще хотелось подробнее услышать об упражнении с Декартом, мысленный эксперимент, и как вы интерпретируете отказ от мыслей, что будет после меня. Ну, я думаю, вам видны, может быть. Да, я вижу. Уже сейчас в частном порядке, да. Спасибо за вопрос. Значит, ну, участники, это была очень разная аудитория, то есть на разных тренингах, значит, там были разные составы и в плане возраста, и в плане, значит, ну, занятий. То есть первый опыт был, это медиаторы в Виенале, это, ну, то есть с точки зрения возраста, люди, ну, очень сильно взрослые, то есть там практически уже 60 лет, и очень сильно молодые, то есть это вот буквально 20 плюс. И это была одна группа. Были участники Виенали тоже, здесь была в основном очень молодая аудитория, значит, были студенты, и была сборная группа, где были люди, ну, от, наверное, 25 до 40 лет, то есть такая вот, ну, как бы средне-возрастном плане группа. И в плане занятий, то есть это не были студенты, то есть это были люди очень разных профессий, из очень разных сфер, значит, и, ну, то есть вот, такой в студенческих аудиториях, но я, может быть, попробую еще как бы это все сделать, но пока еще не было, да, то есть там студенты встречались. Вот, то, что касается анализа вот упражнения с Декартом, то в таблицах здесь, ну, наша задача стояла в том, чтобы показать, значит, вот ты и твое тело, то есть как ты видишь себя как тело, да, то есть и, соответственно, вот эта юнгианская схема, таблица, да, свободной ассоциации помогали нам вытащить как бы эту мысль, да, которая есть у человека, это восприятие, самовосприятие. То же самое, значит, вот я как душа, я как сознание. Дальше, собственно, нашей задачей было, ну, собственно, вот получить какой-то материал, который мы буквально у человека могли бы забрать, да, то есть вот, ну, то есть я забираю у тебя твое тело, я забираю у тебя твою душу, да, потом вот, пожалуйста, тебе твое тело, вот тебе твоя душа, то есть, ну, как бы мы то, что люди заполняли в этих таблицах, то есть отдавали участникам, то есть не уничтожали это. Значит, а вот по поводу отказа от мысли, что будет после меня, то есть здесь мы, ну, предлагали такую вот своего рода медитацию, да, то есть, ну, или такое вот сосредоточенное размышление, да, то есть вот теперь у меня нет тела, что я чувствую, что я думаю, какие у меня возникают, ну, волевые, да, какие-то вот стремления, значит, ну, и, соответственно, вот, когда я без свойств, то есть, ну, мы посчитали, что это можно оставить только как некоторую гипотетическую ситуацию, когда вот меня нет, то есть поскольку наша задача была, ну, как бы не потренировать, ну, как бы возможность для человека побыть мертвым, хотя такое упражнение мы тоже делали, то есть мертвый живой, то есть роль мертвого, то есть она, кстати, очень многим понравилась, когда вот человек, ну, прям чувствовал, как он выходит из такого вот как бы социума и, ну, то есть вот в другом упражнении отрабатывали этот момент, но вот именно в Декарте, то есть нашей задачей было вот прямо столкнуться, посмотреть, что, а там дальше может быть ничто, например, да, то есть вот что я могу, как я могу на это реагировать интеллектуально, с точки зрения воли и с точки зрения чувств, эмоций и так далее. Вот, Надеюсь, ответила. Похлопали, что тут есть, вот, от Вероники Богдановой, что большое спасибо, что очень интересные техники и хотелось бы презентацию посмотреть в хорошем формате, что с экранами не очень хорошо. В ВК. От Ирены и Таисии Кондратьевой объединю сообщения, что хотелось бы практически поучаствовать, ну, поблагодарили вот за мастер-класс предложителей в онлайн, что заинтересованы, будут рады получить информацию эту. И Флора Клим, большое спасибо. Есть ли упражнения о том, как говорить о смерти других, с их близкими, как можно узнать подробнее о тренинге? По поводу онлайн-формата, здесь мы с Ильей, то есть мы продумывали, когда началась вот эта вот пандемия и год связан с локдауном, да, и, собственно, все ушли в сеть, то есть, но мы отказались от этой мысли, то есть, потому что, ну, очень многие вещи, которые мы получали в процессе введения тренинга, показались нам, ну, очень требующие очень деликатного отношения, иногда даже вот именно, ну, физической поддержки, то есть, ну, буквально подойти, обнять человека, да, потому что все-таки тема острая, сложная, да, то есть, ну, может быть, какие-то вот связанные с теорией, да, вот упражнения, да, то есть, вот, и, ну, какие-то медитации по поводу тем, то есть их можно было бы вынести в онлайн, но без подкрепления, собственно, упражнениями, да, то есть это немного ломает концепцию тренинга, то есть его надо перестраивать, да, то есть, поэтому вот в онлайн пока нет, значит, а если вот по поводу практического участия, то есть, ну, в принципе, мы пока готовы это делать, то есть, если есть необходимость, пишите, то мы с Ильей можем специально, как бы, организовать, да, то есть, если группа соберется и сделать для всех желающих тренинг. Вот еще раз позвольте себе еще оставшиеся несколько минуточек вопрос уточнить по поводу онлайна, что практика смешанного такого нет, что, допустим, кто не может, он в онлайне присутствует, да, а кто может, они в оффлайне, то есть вот такой вариант уместен или не очень? Ну, вот в этом варианте, который я рассказываю, ну, который уже готов, наверное, нет, но была идея адаптировать, то есть, ну, некоторые упражнения, может быть, новые прямо придумывать придется, которые будут адекватны в онлайн-пространстве. Если смешанное, да, то здесь как бы будет, ну, не совсем равновесное участие, да, то есть, ну, в общем, смешанный формат тоже, в общем-то, достаточно, ну, как бы, возможен, да, то есть допустим в данном случае. Да, кучу вопросов-то есть, Кондратья, что кроме Екатеринбурга, оффлайн где-то проходит, я прям про Тюмень, по-моему, видела. Ну, вот именно наш тренинг, наверное, нет, хотя, ну, то есть, я не знаю, в общем, можно найти время и приехать, если прям очень сильно вот прям надо будет кому-то провести, приглашать, то есть, я думаю, что Илья тоже меня поддержал бы здесь, то есть, с удовольствием. Командировки поддерживаете. Командировки, да, то есть, если университет выпустит из своих цепких лап, то я приеду с удовольствием. Спасибо. 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 Спасибо.